Азербайджанский город Барда Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 21 человек. Более 70 человек получили ранения. Как передает канал 13, Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальное заявление в связи с ракетной атакой Армении на город Барда. В заявлении отмечается, что 28 октября 2020 года около 13 часов в результате нанесения вооруженными формированиями противника ударов с применением запрещенных международным правом кассетных бомб по территории в городе Барда, где расположены торговые объекты и находились мирные люди, погибли 3 человека, несколько человек получили ранения, а также нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам, расположенным в городе. Армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, обстреляли город Барда из реактивных систем залпового огня СМЕРЧ. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. С предварительным данным, по мирным жителям Барды выпущено около 10 ракет. Удары нанесены по центру города в самые густонаселенные районы. Армения не сделала никаких выводов после вчерашнего убийства большого числа гражданских лиц кассетными ракетами. Армения должна положить конец военной оккупации и военным преступлениям, написал на своей странице в Твиттер помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджанской республики Хихмед Каджиев. Напомним, что в минувший вторник 27 октября в результате интенсивного артиллерийского обстрела села Гара-Юсифли Бардинского района вооруженными силами Армении погибли немирные жители Джафарова Офелия Маджид Гзе, Ахмедова Айбениз Ашраф Гзе, Исмаилов Эхтирам Халилуглы и семилетняя Искендерова Айсу Ровшан Гзе. В общем, пострадали еще 13 человек. Согласно последним данным Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики, с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день в результате обстрела армянами населенных пунктов погибло 69 мирных жителей, 322 получили ранения. Кроме того, 412 гражданских объектов, 92 многоквартирных жилых дома и 2338 частных домов пришли в непригодное состояние. В Астаринском районе в последний путь проводили шехида, отдавшего жизнь за родину. Военнослужащий азербайджанской армии Рахманов Самик Резвануглу, погибший в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, был предан земле в родном селе Серенджи Астаринского района. В церемонии похорон шехида, проходившего под лозунгом «Вечная память» и «Вечная слава героям», приняли участие родные и близкие, боевые товарищи, жители района, а также представители исполнительной власти Астаринского района. Отцу и брату погибшего был вручен флаг Азербайджанской республики. Олмаз, ватен бөлінмаз! Шахитлер олмаз, ватен бөлінмаз! Шахитлер олмаз, ватен бөлінмаз! Музыка 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 Музыка